Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами Александр Гончаров. И сегодня я хотел бы поговорить насчет ЦНС. Насчет утомления ЦНС. Почему я выбрал эту тему? Вчера в нашем чате переписывались с ребятами. И я прочитал то, что многие до сих пор верят в такой миф, как утомление ЦНС. Что существует именно перетрен в плане ЦНС. В общем, скажу вам свое мнение на этот счет. Я только что закончил свою тренировку. Первого сплита. Грудь, дельты, трицепс. Как вы знаете, тренируюсь я каждый день. Тренируюсь достаточно объемно. На протяжении длительного времени. И так, мое мнение, что никакого переутомления ЦНС не существует. Это миф. Вы можете тренироваться каждый день. Вы можете тренироваться очень объемно. Вы можете тренироваться очень интенсивно. Понимаете? Вы можете это делать. Даже занимаясь натурально. Конечно, все зависит от вашего стажа, ваших тренировок. Но никакого утомления не существует. И сейчас я приведу вам пример из собственной жизни. Чтобы вы примерно представляли. Было это года 4, может быть 5 назад. Точно не пухнем. В тот момент я переехал в маленький городок. Ашфорд. Я устроился на работу на мясокомбинат. То есть работал с животными. То есть приходилось коровы, бараны. Очень тяжелый физический труд. Сейчас не буду детально описывать эту работу. Мне приходилось вставать в 4 утра. Собираться, готовить, покушать. Все на весь день. И идти на работу. Начинали работать мы уже в 6 утра. Работа была до 3 часов. То есть небольшие брейки, несколько часов. Все. Все остальное время жестко пахали мы. Жестко. И что вы думаете? Во время брейков, да, у нас был маленький залчик там. Небольшая комнатка. Скамья для жима под наклоном. Гантельки по 30 килограмм. Да, и штанги, гриф. В общем, мы с ребятами ходили туда, занимались. Во время перерыва, да. Покушали, позанимались. Вот, еще отжимания сделали. Да, пошли работать. Окей. Слушайте, дальше прикол. Кстати, до работы я бежал, потому что часто не успевал на поезд. Да, то есть мне приходилось бежать. То есть вы представляете, да, полчаса побегать. Итак, после работы я сразу же шел в зал. То есть я даже не шел никуда, ни домой, ни покушать. Я кушал на работе, да, после работы я принимал там душ, смывал всю вот эту кровь, всю эту грязь, да. Так сказать. Шел в зал. В зале я интенсивно работал. Работал я, я всегда работаю час-два, да. То есть у меня такая тренировка. Я не люблю работать по чуть-чуть, по 45 минут. У меня бывает разминка идет 45 минут, да, ребята. Вот, после тренировки я шел на кикбокс. То есть кикбокс у меня, правда, не каждый день был, да, но 3 раза в неделю. То есть получается у меня была силовая тренировка 4 раза в неделю. Кикбокс 3 раза в неделю. После этого я шел на турники, да, вечером перед уже тем, как идти домой. Приходил домой, то есть я заканчивал все свои дела. Ну, к часам, может быть, к 11, да, потому что много разных еще дел было, помимо этого, да, как вы понимаете. Все, я ложился спать. Просыпался, день повторялся. Единственный выходной у меня был воскресенье. Я мог выспаться нормально, да, то есть я просто мог спать сколько я хочу. Я спал сколько я хочу, я просыпался, и все. Я шел в поход, я делал кардио. Я занимался на турниках, то есть я занимался собственным весом. Вот программа тренировок была супер интенсивная. Каждый подход, то есть у меня был в отказ. Причем я это не одобряю сейчас, да, то есть я считаю, что не стоит идти в отказ, если у вас там 6 повторений, да, 8 повторений даже. Можете около отказа тренироваться спокойно, но я делал в отказ, причем тренировался в 6 повторениях. Каждый, то есть у меня было постоянно, да. И что вы думаете, со мной ничего не случилось? То есть я чувствовал себя отлично, да, и у меня это получалось. То есть таким образом я тренировался около года, без всяких проблем. Вот потом я уже переехал, да, то есть у меня все было по-другому. Но не суть. Суть в том, что моя ЦНС не переутомилась. Я вам скажу так, ребята, если вы любите то, что вы делаете, если тренировка это ваше хобби, если это доставляет вам удовольствие, вы всегда найдете время для того, чтобы потренироваться. Вы будете кайфовать. Если у вас нет свободного времени, то любая свободная минута, которая у вас появится, вы будете ее использовать, чтобы потренироваться. Понимаете, по-другому никак. Вот и все. Все остальное это просто отговорка от маски. То есть, ребята, если вам надоело тренироваться, и вы захотели полежать на диванчике, это не значит, что у вас ЦНС утомилась. Это значит, что вам просто надоело, ребята. Вы просто хотите посмотреть телек. Понимаете? Вот и все. Еще расскажу немного о том, как я тренировался в детстве. То есть, у нас не было такого понятия, что мы тренировались 45 минут. Или в зал мы ходили по каким-то минутам. Мы не считали времени. У нас тренировка минимум была 2 часа. Ребята, это минимум. Но иногда с друзьями могли залипать в зале по 5 часов. Мы могли на турниках быть целый день. То есть, у нас ничего не уставало. Никакое ЦНС. Потому что мы этого хотели. Ну, в общем, я думаю, я ответил на ваш вопрос по поводу ЦНС. В следующем ролике я расскажу вам свое мнение насчет кардио. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Или ставьте палец вниз. В зависимости от вас. Ссылочку на свой ВКонтакте я оставлю в описании. Всем привет, всем силы, всем массы. До встречи.